Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Основные этапы рецепта и перечень ингредиентов, как всегда, в конце ролика прочитаете. Я тут одну книгу листал. В ней была зарисовка Одессы конца 18-го, начала 19-го века, одесского быта. И, в частности, там упоминалось, что в тамошней среде были чрезвычайно популярны блюда из баклажанов и из рыбы. И мне подумалось, как бы я сочетал эти два продукта. И родился у меня, вернее не родился, сегодня родится вот такой рецептик. Давайте творить. А начну я с подготовки баклажанов. Мне надо их разрезать, а мякоть надсечь крестообразно. Это чтобы после запекания было легче сердцевину продавить. Ну, чтобы лодочки получились. Соли и чуть-чуть масла. И в духовку под верхний гриль. Градусу 200 будет нормально. И пока этот процесс идет, нарублю лука мелким кубиком. Его надо хорошенько подрумянить на растительном масле. У меня оливковое экстра-верджин ароматное, это для яркости вкуса. На второй сковороде тоже пора греть масло. Вторая у меня для перца и помидор. Перед сладкий нарубить также мелким кубиком на сковороду его. А у помидоров надо удалить сердцевину. стенки нарубить кубиком, таким же, как и у перца. И тоже в сковороду. Сразу посолить и поперчить. Это будет такая ароматная заправка. Про лук не забываем. А чтобы заправка была действительно ароматной, туда еще чеснока надо добавить. Нарублю его помельче и в сковороду. А из рыбного филе делаю фарш. У меня филе трески. Через мясорубку пропущу. Решетку взял покрупнее. Здесь 8 миллиметров. А теперь довожу рыбный фарш до ума. Панировочные сухари. Яйцо. Лук зарумянился. Отлично. То, что надо. Он сейчас сладкий. Будет просто обалденно. Соль и перец сюда. И перемешать. Отлично. Фарш готов. Так, что здесь с перцем и помидорами? О, пора добавлять сухой базилик. Супер. Такой запах классный. А теперь еще и свежего. Черт, забыл свежий подготовить. Это со мной. А вот здесь он у меня и растет. Страшненький какой. Так, ну вот эта вот веточка, наверное. Такая еще. Вот эта вот. Вот эта. Парочка этих. Ну и вот эта вот. А. Ну и пробыть его надо, конечно. Мелко нарубить его и тоже к перцу. Отлично. Можно выключать. Супер. Почти все сделал. Так. И баклажаны, думаю, тоже готовы. Супер. Какая красота, а. Можно фаршировать. Мякоть баклажан примну немного. А в сердцевинку фарш. А сверху овощная заправка. И в духовку. Минут 20 будет достаточно. Ну, 25, если у вас баклажаны огромные просто и глубокие. Минут 20 минут за глаза. В этот раз нагрев верхний и нижний. Ну и для красы надо кинзы нарубить. Немного. Встретимся за столом. Вот такой вариант у меня получился. Как мне кажется, красивый. Ну и надеюсь, что вкусный. Сейчас узнаем. Ммм. Вкусно. Классное сочетание. Обожаю рыбу. Здесь получается котлетный фарш. Рыбный такой. С баклажаном. Вот эта вот классная очень заправка. Ароматная такая. С базиликом. Знаете, хотелось бы мне, наверное, да, побольше помидоров. А может быть, не только помидоров, может быть, протертых томатов консервированных, если добавить, было бы еще лучше. А не такой, больше кисло-сладкости, что ли, сюда привнесли. Классная штука. И вот этот сухой базилик и свежий – это отличное сочетание. Просто отличное. Слушайте, я должен еще угощить, потому что голодный уже. Вот такая вкусняшка. Баклажан мягкий, сочный, не пересушенный абсолютно. Классно, просто классно. Слушайте, приготовьте. Вы будете рады. И поделитесь своими вариантами блюд из баклажанов и рыбы. Рыбного филе, рыбного фарша, может быть. Я использовал рыбное филе от Трески. Думаю, что любое другое филе от любой другой морской белой рыбы тоже будет хорошо. Мехек, все что угодно. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok